Санкт-Петербург Монархи и их приближенные строили себе роскошные резиденции как в самом городе, так и в его предместиях, украшая их великолепными парками. Сегодня вы узнаете, какой парк был самым большим в Европе и как можно увидеть растения всех континентов планеты в центре Петербурга. Смотрите хит-парад парков Петербурга по версии телеканала Russian Travel Guide. На 10-м месте хит-парада Russian Travel Guide «Таврический сад», расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга. Этот сад появился при Таврическом дворце в конце 18 века. Огромная усадьба была построена для светлейшего князя Григория Потемкина Таврического, фаворита и приближенного императрицы Екатерины II. Долгое время сад являлся частной территорией при дворце, и только в середине 19 века его сделали общественным. Проект парка принадлежит англичанину Уильяму Бульду, главному садовнику Потемкина. Садовый мастер создал парк в английском пейзажном стиле, где первое место отводилось естественной красоте природы. Весь рельеф – холмы, лужайки, пруд и каналы – создан искусственно. Но мастерство садовника заключается как раз в том, чтобы рукотворный ландшафт выглядел так, словно его создала природа. Таврический сад. Десятое место. На девятом месте нашего хит-парада «Ботанический сад». В 1714 году император Петр Великий приказал разбить на одном из островов в Дельте Невы огород для выращивания лекарственных и диковинных растений. С тех пор остров называют Аптекарским, а огород превратился в сад и стал частью Ботанического института имени Владимира Комарова. Прогулка по узким песчаным дорожкам Ботанического сада – словно кругосветное путешествие. Из лесов Амазонки, например, попадаешь в Африканскую саванну. Оттуда можно отправиться в долину Новой Зеландии или в горы Южной Америки. Ботанический сад имени Петра Великого. На девятом месте хит-парада «Рашн Тревел Гайд». Парк Гатчинского дворца разместился на восьмом месте хит-парада. Дворцово-парковый комплекс Гатчины – это одно из лучших произведений стиля романтических парков с волшебными пейзажами. Его начал создавать граф Григорий Орлов, приближенный императрице Екатерины II. Основой всех преобразований окрестного пейзажа стали белое и серебряное озера. Были изменены очертания их берегов, которые специально укрепили. В парке были вырыты и искусственные водоемы, прорыли каналы и создали искусственные острова. Парк Гатчинского дворца на восьмом месте хит-парада «Рашн Тревел Гайд». Седьмую строчку занимает еще одна жемчужина Гатчины – собственный сад Гатчинского дворца. Он предназначался для прогулок и трапез императорской семьи. Сад был устроен по типу регулярных садов с аккуратно подстриженными деревьями, геометрически правильными аллеями, мраморными статуями и крылатыми сфинксами. Главное украшение сада – это скульптуры середины XVIII века. Сейчас, как и много лет назад, этот уединенный уголок является любимым местом отдыха, где можно послушать пение птиц, укрыться от зноя в тенистых галерее. Седьмое место – собственный сад Гатчинского дворца. Напоминаем, что вы смотрите хит-парад парков Петербурга и его окрестности от телеканала «Рашн Тревел Гайд». На шестом месте у нас сегодня парковый комплекс Константиновского дворца в Стрельне – официальной резиденции президента Российской Федерации. Нижний парк дворца – один из первых русских парков во французском регулярном стиле. Именно благодаря ему Константиновский дворцово-парковый ансамбль был включен в список памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Парк с первого взгляда удивляет строгостью прямых линий аллей и каналов, устремленных к морю, а его элегантность подчеркивают восемь фонтанов под общим названием «Цветы». Элегантно-строгий дворцово-парковый ансамбль Стрельны – на шестом месте хит-парада. На пятом месте хит-парада лучших парков Петербурга и его пригородов – Павловский парк. Павловск был любимой семейной загородной резиденцией императора Павла и его жены Марии Федоровны. В 1782 году началось строительство дворца и благоустройство огромного придворцового парка, занимающего площадь около 600 гектаров. Известнейший архитектор Чарльз Камерон сумел отстроить красивый и строгий Павловский дворец и сформировать пейзажный парк. Автору удалось подчинить себе заросли леса и заложить главные артерии дорог, аллей, тропинок, выделить места для рощ и полян. Нарядные цветники, аналогичные цветникам голландских садов, вошли в оформление центральной части парка, вольерного участка и собственного садика. Пятое место – Павловский парк, один из самых больших в пригородах Петербурга. На четвертом месте хит-парада лучших парков Санкт-Петербурга – легендарный «Летний сад», заложенный Петром Первым. Прогуливаясь по этим аллеям среди статуи и фонтанов, дамы и кавалеры упражнялись в правилах этикета, церемонно раскланиваясь и беседуя на иностранных языках. Но не только скульптуры «Летнего сада» стали символами Санкт-Петербурга, но и его ограда, отделяющая сад от реки Невы. Строгий ритм высоких звеньев, легкость и стройность рисунка сразу внесли ее в список лучших мировых образцов классицизма. Четвертое место хит-парада лучших парков Петербурга занимает «Летний сад». Мы добрались до тройки самых красивых парков Петербурга и его пригородов. И прежде чем мы узнаем победителей, я назову те, кто занял предыдущие позиции. На десятом месте «Таврический сад». Девятое место занимает колыбель российской ботаники «Ботанический сад». Дворцово-парковый ансамбль «Гатчины» на восьмом месте. Седьмое место еще одна жемчужина «Гатчины» — собственный сад Гатчинского дворца. На шестом месте Нижний парк Константиновского дворца в Стрельне. Пятая строчка нашего хит-парада занята Павловским парком, одним из самых больших в Европе. На четвертом месте знаменитый «Летний сад». Ну а сейчас третье место. Верхний парк дворцового комплекса в Петергофе. Морская резиденция на южном берегу Финского залива нужна была Петру Первому, чтобы поднять престиж империи в Европе. Поэтому строительство велось с небывалым размахом. Петергов можно в буквальном смысле называть «Петра творения». В Петерговском парке буквально на каждом шагу прославляются вода и море. Об этом говорят все фонтаны, все скульптуры парка. В конце XVIII века в центре парка установили величественную фонтанную группу «Нептун». Около сорока различных фигур — наяд, тритонов, дельфинов, морских коней — окружают грозного бога морей, держащего трезубец в руках. Верхний сад с его гимном «Морю» — бронзовый призер хит-парада Russian Travel Guide. Второе место занимает Нижний парк Петергофа, пожалуй, один из самых посещаемых в петербургских прикородах. Именно в Нижнем парке находится наибольшее количество петергофских достопримечательностей. Парк построен так же, как и Летний сад в Петербурге, во французском архитектурном стиле. Фонтаны Шутихи до сих пор самая любимая забава посетителей Нижнего парка Петергофа. Некоторые из них были сооружены по рисункам Петра Первого и опробованы уже в 1723 году. Когда-то разгоряченные весельем дамы и кавалеры выходили в садик освежиться. Но стоило им приблизиться к скамьям, как тонкие струи воды настигали незадачливых гостей императора. В прошлом практически ни один регулярный парк не обходился без подобных шутих. Но такого их количества, как в Петергофе, не сохранилось нигде. Второе место. Нижний парк Петергофа. Через несколько секунд вы узнаете, кто стал лидером нашего хит-парада лучших парков Петербурга и его окрестностей. А пока напомню всех наших участников. Десятое место. Таврический сад. На девятом месте. Ботанический сад. Восьмую строчку занимает Гатчинский дворцовый парк. На седьмом месте. Собственный сад Гатчинского дворца. Шестое место. Парк Константиновского дворца в Стрельне. На пятом месте. Павловский парк. Четвертое место занимает знаменитый летний сад. На третьем месте. Верхний парк Петергофа. Его брат Петергофский Нижний парк на втором месте хит-парада. А теперь наш лидер. Первое место. Екатериненский парк, расположенный в городе Пушкин и входящий в состав Государственного музея-заповедника «Царское село». Французский посланник времен императрицы Елизаветы Петровны как-то сказал про Большой Царскосельский дворец. Этой драгоценности недостает футляра. Достойным обрамлением Екатериненского дворца стали регулярный старый сад и пейзажный английский парк. Представить парк таким, каким он был уже во второй половине 18 века, во времена правления Екатерины II, несложно. Он сохранил свой облик без больших изменений. Растения создают лабиринты и потайные переходы, которые напоминают зеленые галереи и залы под открытым небом. Пейзажная часть дворцового парка стала своеобразным воплощением воспитательных и просветительских проектов императрицы. Здесь нашли свое отражение ее политические и культурные взгляды. Создавая этот парк, она мечтала научить представителей высшего общества жить по естественным законам природы. Мы представили вам десятку самых красивых парков Санкт-Петербурга и его окрестностей. Возможно, ваша версия будет иной. Путешествуйте по России с Russian Travel Guide и составляйте свой хит-парад.